Привет всем! Я снова нахожусь на своей поляне в парке и немножко я сиплю, потому что я отыграл большой концерт в прошлые выходные и все еще не восстановил голос. Да ладно, тема сегодня будет очень интересно, я буду учить вас ругаться. Начнем с того, что ругаться в принципе как бы плохо, но если вы это делать умеете, то почему бы нет. Если слово находится в нужном месте, без него никак, то я считаю, что это позволительно, но не детям. Я думаю, что то, что я упомянул, что сегодня будут ругательства, то дети навострили уши, потому что они ведь тоже меня смотрят, смотрите, смотрите, хоть научитесь ругаться правильно, а не в подворотне наслушаетесь всякой ерунды. Начнем с того, что вся ругань строится, конечно же, на гениталиях. Это пенисы, вагины и подобные вещи, и более того, весь юмор в принципе строится на этом, на совокуплениях и гениталиях. Но в английском языке немножко иное отношение к мату. Мат у них не настолько суров, как у нас. Все-таки у нас слово на букву Х порой звучит так, что содрогаются стены. Там же все основано на слове fuck, все его знают. Так вот. Но это далеко не все, конечно же. Начнем с того, что возьмем типичные ругательства на русском. Какого? Х или пошел в п. Я намекаю на гениталии. Опять же, эти слова, хоть там и есть, dick, это penis, и pussy, это vagina. И есть куча еще других вариантов, синонимов, но они все-таки не используются для посыланий. Если вы хотите куда-нибудь послать человека, то вы скажете просто go to hell, например. Или get the hell out, или get the fuck out. Так строятся подобные фразы. Go, обязательно. The hell или the fuck, и потом уже предлог. Что касается этих the hell и the fuck, и так далее. Есть, грубо говоря, три степени ругательности. Hell – это среднее. Черт, ад дословно, пошел к черту. Грубовато достаточно. Детям порой даже, наверное, и непозволительно так выражаться. Fuck, конечно же, топовая степень. Это совсем уже ругательно. Но есть еще и слово heck, которое, по одной из версий, состоит из hell плюс fuck. Первая буква того и последняя буква другого слова. Это что-то типа фига. И так разрешается говорить и детям. Привет. Тут бегает ребенок и ломает ветки. Поэтому, если вы хотите немножко приругнуться, но не перегибать палку, используйте heck. Это немножко по-детски. Типа как пошел нафиг или какого фига. Но почему бы нет? Поэтому go the heck out или get the heck out. Выметайся нафиг. Почему бы и не говорить так? Теперь рассмотрим всяческие вопросы. Это вообще элементарно. Вы берете специальный, так называемый, вопрос, который начинается на WH. Это все who, what, whose, where, when, why и так далее. И добавляете the heck, the hell или the fuck. Например, who the heck is this? Или who the hell is this? Или же who the fuck is this? Или, например, where the heck am I? Where the hell am I? И where the fuck am I? Не забывайте сохранять вопросительную структуру, когда сначала ставится сказуемая, а потом уже подлежащая. Повторюсь. Who the hell is this? А не this is. Это важно. Сюда же можно отнести вопросы с how, которые тоже, по идее, считаются специальными. Например, how the hell am I supposed to get home? Какого же черта? Как вы вообще думаете, я доберусь до дома? Ну и еще фразы, например, какой к черту? Или какой нафиг? Или какой нахрен? Что-нибудь. Я не придумал что. Например, друг вам говорит Let's play a game. А вы говорите What fucking game? Или, например, Who fucking knows? Кто, черт побери, вообще знает что-нибудь? Но это работает с who или what. Я не могу придумать иные примеры. When fucking? Where fucking? Обычно, да. Это бывает все-таки даже с what. Вам предлагают что-то. Вы не хотите этого. Или вы не понимаете, о чем речь. К примеру You've lost your keys. What fucking keys? Или She wants to get the book back. What fucking book? Да. Я не перевожу примеры, потому что перевод будет здесь. А я подожду. Успели? Идем дальше. Если же вы чем-то восхваляетесь, то тогда работает конструкция What a La-la-la Например What a fucking beautiful day it is today. Все тоже очень просто. Надеюсь. Еще у меня всплывают в голове конструкции типа Черт его знает. Вы можете сказать Heck knows Или hell knows Или fuck knows Например It's fuck knows what Хрен его знает вообще, что это такое. Или It's hell knows what Также у fucking есть Очень литературный синоним Bloody То есть кровавый И так очень часто любят говорить британцы What a bloody mess Говорят они Чтобы не ругаться. Помимо heck Hell И Fuck Есть еще On earth То есть на земле дословно Применяется обычно в вопросах, к примеру What on earth is going on? Что же, черт возьми, происходит? Или Who on earth is this? Кто же, черт возьми, это такой? Применяется достаточно часто, но сложно проговаривается. On earth Все-таки on earth Не так просто сказать, как the heck Или the hell Поэтому выбирайте Часто в очень беглой речи The fuck перерастает в the fuck И это знаменитый мем Поэтому Удивившись чему-то Вы запросто можете сказать The fuck Типа Какого черта? Но даже не совсем черта Еще мне созрел в голове пример А фраза типа Да блин, ё-моё, я знаю Тоже все очень просто делается I fucking know it После местоимения Или подлежащего Вы просто добавляете fucking А потом сказуемое И все остальное У слова, кстати, fucking Есть замечательная пара синонимов Это frigging Или a thing Что по сути Являются Более вежливыми словами Более вежливыми вариациями Вариантами сказать слово fucking Их все понимают Они такие обидные И ругательные Поэтому Вернемся к What fucking game Можно сказать What frigging game Или what effing game Are you talking about Да, это оно Конечно, я мог что-то упустить Потому что Все, что я рассказываю Это из моей головы Но я думаю, что Большинство моделей Я вам рассказал И изучить их И овладеть ими Элементарнее некуда Также не забывайте Про слово shit Конечно же Куда без него Которое увеличается S word Слово на букву S Для детей Типа, когда Ребенок его сказал И мама говорит What's that an S word? Типа, это что было Слово на букву S? Типа, ах ты сорванец И достаточно популярно Также ругаться через него Говоря фразы типа What a shit Или who the shit Это достаточно Достаточно новый вариант Недавно появившийся В языке Хотя вроде бы Что тут нового Но такого почему-то не было И это ввели недавно Всяческие геймеры В своих стримах Поэтому сейчас Типично абсолютно Говорить What the shit Да вот и все Так вот В английском Ругаться очень просто Это не Те замысловатые Фразочки Которые присутствуют У нас в русском языке Все Достаточно Шаблонно Поэтому Флаг вам в руки Ругайтесь на здоровье Но знайте Меру Алекс Ленч Ленч и English Субтитры создавал DimaTorzok